Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы записываем аналитику по демонхантерам. И делаю я это не один, а вместе с Суши Бэком. Суши, ты здесь? Да, надо тут. Суши Бэк, игрок черного лотоса, весьма престижной гильдии. Фармлю я с ним уже около полугода и фармлю на ура. Мы закрывали как и большие ключи, так и продолжаем фармить маленькие. Итак, начнем же смотреть ваши армори касательно демонхантера. Итак, первый демонхантер с ником Гривлинг. Он просто кинул свой армори на самом деле, открою его, что скажешь? 906 ДХ. Так, Гривлинг, 906 ДХ. Билды, статы там. 4 тира, таланты, первая кровь, да, место хаос, криво. В общем, Леди Симбион, кольцо. Чарки, чарки все правильные, абсолютно все. Смысл такой, что именно смотрю на статы, и в статах вижу, что 18 хосты, но это перебор хосты. Я сейчас даже объясню, где у него именно этот самый перебор. Это, скорее всего, самый большой прирост этого перебора. Это в кольце идет, в 910 его, типа хосты. Ну, нельзя сказать, что хосты это прямо юзлы стат на ДХ, но, тем не менее, из всех, которые есть в соло-таргет, он примерно стоит сейчас наравне с Ирсой. То есть, грубо говоря, 18 хосты тебе нужно перекидывать либо в мастер, либо в крит. Потому что, ну, больше, ну, грубо говоря, 18 это слишком много. И вот именно на его месте, на его месте я бы поменял кольцо на крит-мастер и на крит-версу. По крайней мере, это лучше мне даже будет, что крит-версарь. Крит-версарь, по-моему, дропается с Луреэль. Насколько я могу правильно помнить. Нет, крит-версарь с Луреэль дропается, а на Стихондрия дропается. Точно. Но смысл это не меняет. Просто слишком много хосты, которые нужно переводить в другие статы. И желательно это делать именно в крит и в мастере. Ну и плюс брас, да. Хоста мастер, ну, там хоть и мало хосты, но, тем не менее, лучше все равно найти какие-то брасы, где будет именно приоритетным статом крит. И там, в общем, второй стат либо мастер, либо верса. В общем, по этому ДХ могу сказать. Ну и плюс кристал, да, много тоже дает статов. Кристал здесь неплохо, в принципе, в целом вообще. А, кстати, я у него, по-моему, не вижу... А, нет, вижу. Ярости из полина 200-х ловкости. Да, вижу, вижу. В общем, просто-напросто совет такой, что перекидывай все шмотки, которые у тебя есть с хостой. Вот ботинки тоже, по-моему, с хостой. Да, очень много хосты на ботинках, на кольце. И брасы немножко дают хосты, получается. Все остальное, по-моему, без хосты здесь именно. Да-да-да, но все остальное нормально. В общем, нужно хосту преобразовывать в другой стат. Это самое главное. Ну и плюс, получается, я смотрю релики. Его на прогрессе. И здесь идет один на Глефу. Один... Ну, в общем, ужасные релики, на самом деле, для соло-таргета. И в целом, с выбором талантов я с его согласен. Первая кровь здесь будет заезжать лучше, чем на сечение хаоса, потому что нет вообще ни одного релика на крит-ударах хаоса. В целом, в общем, по советам именно заменить релики на... Либо, ну, в общем, релики хорошие, конкретно сейчас в 7-2. Я не про 7-2, опять говорю, а сейчас в 7-2. Хорошие релики будут на крит-ударах хаоса, на минус-мету один можно релик ссунуть, именно как... Чтобы, грубо говоря, ты мог свой гир варьировать. Допустим, если у тебя плеч есть, то одного релика тебе достаточно будет на минус-мету. И на демон-блайды. Ну, в общем, на демонические клинки. Вот, в общем, релики нужно заменить, да, тебе. Это обязательно. И это будет достойно, на самом-то деле. Итак, идем дальше. Человек с ником Алайкино. Оцените шмот и по статам. С вами был любимый Силарин. Итак, открываем Алайкино. 902-й демон-хантер. Еще раз вопрос какой? Оценишь-то? Оценишь шмот. Шмот оцени, сейчас... И по статам. Его вот эти вот моменты интересуют. У него сетик сурово-морский есть. Я вижу, в общем, в демон-билде человек играет. Так, релики сейчас тоже открою. Я его повесишь сразу, чтобы узнать. Так, релики, релики. Хаус снова. Хаус снова. Не смею, это понял. Чарки все правильные. Это я не понял. Либо арморий лагает, либо что. Но показано, что в перчатках нету сокета. У него нету двух сокетов. А, двух сокетов. Ну, в общем... Да, в плащике еще. Два сокета на крит обязательно ставить. На мастере не вижу смысла. Ты... Именно четыре куска тира очень сильно решают. В любом билде, неважно. В демонике, в соло, в клифф билде. Без разницы. Именно везде обязательно носить четыре куска тира. Это... Ну, слишком жестко аппает. И прирост фурии. И... Ну, и, в общем, удар хаоса ты всегда используешь. Поэтому 10% крита на ударе хаоса тебе 100% должны быть важны. А так, в целом, леги для демон-билда правильные. По шмоткам. Еще, ну, допустим, не по сетовым. Да, скажу, что... Нека... Нека самая идеальная для демон-билда. Крит-верса. Плащ. Крит-верса тоже самая идеальная для демон-билда. Браса нормальный. Крит-мастере. В общем, ну, где крит в приоритете. Сет сурамарский это хорошо. Но, повторюсь, опять же, тебе обязательно нужны четыре куска тира. Именно четыре куска тира тебе прирост намного выше дадут, чем сурамарский сет. Это 100% пояс. Ну, для демон-билда нормально, в принципе. Вообще, в целом, по статам, по статам можно... Я бы что делал? Я бы хасту у тебя... Ну, даже... Мягко говоря, изъел. Да, что опустил бы, допустим, хасту даже на 4% и перевел бы ее в мастере с версой. Ну, где верса была бы идеальнее всего именно. Потому что демон-билда верса тащит. А так, во всем остальном... Ну, в общем, да, обязательно четыре куска тира, поставь камешки на крит. И в целом все остальное нормально. Я так считаю, для демон-билда нормально. Ну, вот кольцо, крит, крит-скорость, где, в принципе, скорость не в приоритете. Но, anyway, лучше поискать какой-нибудь крит-мастер, либо крит-витсу именно в демон-билд. Намного важнее это будет. Так, леги идеальные. Просто я думаю, что у тебя есть четыре куска сета. Поэтому, даже если они у тебя там не совсем высокого этом левела, поверь, прирост, они тебе дадут намного выше, чем шмотки, которые у тебя сейчас висят. Ну, в общем, можно сказать, что он идет по правильному пути. Но, на самом деле, этот Винк, его, насколько я правильно знаю, и он периодически ходит с нами в рейды со зрителями. Ну, дропнем. Дропнем ему эти кусочки. Это не беда, на самом деле. Просто четыре куска тира, и все. Все остальное хорошо. Как бы, билд... А, про релики не сказал. Ну, релики, именно для демон-билда, вообще для любого билда, ужасно. Я бы сказал, кроме на минус-мету. На минус-мету, понятное дело, что он, в принципе, в любой билд залетит. А так, в целом, у тебя два релика на хаос нового. Ну, это очень плохо, потому что все, практически все релики, кроме, там, чего, на магический урон тебе дадут даже просто выше по ДПСу. Поэтому релики нужно заменить обязательно на крит-удар хаоса, на взгляд, если ты в демонике всегда играешь на взгляд, на писью-удар хаоса, на демон-блайды. В общем, да, вот это вот будет топ-3 именно для тебя. Такие дела. Но я не знаю, то ли у тебя вов-прогресс глючит, то ли у меня вов-прогресс глючит. Я вижу то, что у него есть один релик на хаос нового, второй релик на хролл глейф. А третий уже на мент-морфозу конкретно. Это странно на самом деле. Не, у меня показано на прогрессе первый релик, Mark I-patch, где венхаус нового станция target, потом посередине Serpentix, гил, венхаус нового станция target. Получается, уже два релика. А у меня пишут то, что с Shade of Xavia чаще. Ну, интересно на самом деле. Я сейчас обновлю, может, только что он обновил. Еще раз попробую. А, вот только что у него новый релик ставился. Только что. Вот прям только что. Одевается там, небось? Ну, на фроу-глейф в целом он тебе точно так же в демон-билде никакого профита не дает. Вообще, релик на фроу-глейф это именно только. Получается, в билде он решает. У всех остальных билдах это, грубо говоря, также самый слот занимает, он практически ничего не делает. Поэтому в целом, просто, и вот я искал три релика, на которые нужно нацелиться. Квит удара хаоса, глаза, либо на демонические клинки. Все. Вот это нужно, ну, по возможности поменять надо. Надо поменять, да. Достойно. Итак, идем дальше. ДХ с ником Киан Лин спрашивает. Подскажи, что сейчас покупать за осколки? И, в общем, про перса. 897-й ДХ-шка. Трак вижу. Легендарные запястья. Легендарные запястья у него? Ну-ка. А, он обновился. Обновился, вижу. Сбрасывается мне человек. Так, сейчас на вопрогрессе я его сразу открою еще. Давай, открою. Эх, у них вопрогрессе не обновляются по пять дней. Сейчас надо это дело обновить, чтобы актуальную информацию просматривать на самом-то деле. Так, ну, в целом, в общем, вопрос был в целом по шмоту сказать и... Да, и что покупать за осколки? И что покупать за осколки? Так, ну, что я скажу? Я опустился в статы. Здесь, конечно, ужас. Вот именно по криту могу сказать. Страх и драка. Его слишком мало. При том, что... А, еще нету тира, да? Четырех кусков тира нету. Крита очень мало. Часики для тебя юзла, стринка вообще. Соприкосновение судя, потому что у тебя нету... Ни плечей, ни трех реликов на минус мету, допустим. Ну, это как вариант, конечно, но это тоже не игровой вариант. В общем, про это забудьте лучше. В общем, нету плечей, нету кольца легендарного, поэтому часы... Вообще, ну, супер юзла, грубо говоря, для тебя. Ты не можешь играть в двухминутном метабилде. По статам, опять же, повторюсь, по статам Крит очень ужасно. С учетом того, что у тебя... А, с учетом того, да, что у тебя... Нет, тут вообще, конечно, тут страх и ужас, если честно. В общем, нужно обязательно 4 куска тира. Кольцо Хастмастери, в принципе, пойдет. Кольцо Крит Верса не особо заезжает, конечно, в такой билл, который у тебя... По чаркам, по чаркам... Не понял, что у тебя за чарка на плаще такая интересная... Она интересная на вторичные статы. Это еще у Стренора. Плюс 2% скорости передвижения. Но это как бы не чарка. 200 Агилу нужно на плаще чарить обязательно, тем более, что он у тебя сетовый. Сомневаюсь, что ты его на что-то поменяешь. В целом, в общем, заменить Триньку. Надеть 4 куска тира. И по билду, по билду. Теперь скажу по билду. У тебя взят импульсы, обстрел скверны. Я так понимаю, ты, я не знаю, пытался ауешить или что в таком билде. Но, в общем, непрофитно, непрофитно в таком билде сейчас играть вообще. Проще тебе... У тебя есть замечательная легендарка Брасы, с которой ты просто можешь брать Кровопускание, Ласт Тири, ты можешь брать Хаус Блэйды и спокойно, как бы, выдавать ДПС и на боссах, и на паках. Поэтому билд поправить, импульс заменить на Кровопускание... Ой, импульс заменить на Соклятый Враг, первый Акро заменить на Кровопускание, и обстрел скверны поменять на Хаус Блэйды. Одеть четыре куска Тира, заменить соприкосновение Судеб, ну и в целом, ну и заменить Чарку, естественно, на Плаще. Плащ у тебя хороший, там, с бисовыми статами, поэтому к нему так плохо не обращайся, просто нацепи на него. Он хорошенький. Да, а, и Чарка на Кольце, я не понимаю, зачем тебе... Плюс к искусности, когда у тебя Крит, ну, вообще в очень ужасном положении. Чарку на Кольце заменить на Крит. И Камни, Камни, я не смотрел, 150 Крита, и 150 Крита Камни нормально, да. Два сокета на Крит. В целом так, да, в целом так. Заменить билд, одеть четыре куска Тира, заменить Твиньку, поменять Чанты на Плаще и на Кольце, на Крит Верса, и в целом уже будет боеспособный такой ДХ. И его релики, это два на Метаморфозу и один на уменьшение магического дамага. Ну, последний релик очень ужасный. Два релика на минус мету плюс часы. Все равно не дадут ему даже, ну, близко цифр, которые будут к двум минутам подходить. Поэтому по возможности, если у тебя есть какие-то релики, допустим, на Крит Удара Хаоса даже ниже и там левелом пойдет. Ну, то есть, грубо говоря, заменить релики обязательно нужно, потому что у тебя ни плечей нету, ни кольца нету для того, чтобы идеально с этими плечами вывозить. В общем, заменить еще ко всему к этому, что я лучше перечислил релики. Ну, на минус Magic Урон, понятное дело, что никуда не годится релика. Ну, то есть, все релики желательно заменить. Ну, допустим, вот 905-й у него есть на минус мету, 905-й на минус мету оставить, вот которые 80-й на минус мету и 80-й на минус мету и 75-й на минус Magic Дамаг заменить обязательно. Опять же, повторюсь, на какие. Ну, то есть, в твоем случае пойдут на Боросок Боевого Клинка, на Крит Удара Хаоса и на Демонические Клинки. Ну, в общем, хорошо зайдет. Вот как-то так. Да. Итак, продолжаем дальше. Дальше у нас человечек с ником Milena пишет «Подскажи, какой шмот фармить». Milena — это ДХ 899-го Эквипа с легендарным кольцом и Килджеденом. Так, Milena, Milena. Какой шмот фармить? Во-первых, посмотрю, просто там статы хорошие. Пять кусков, да, у нас сетовых. Ну, похоже, просто нечем заменить какой-то из кусков. Ну да, возможно, да. А вот какой кусок можно заменить тогда, если рассудить? Ну, идеально заменить, идеально из всех этих заменить плечи, конечно, будет. Потому что это самое идеальное. Потому что именно на плечах статы, ну, в кире на плечах и на перчатках самые худшие. Ну, грубо говоря, штаны тоже, но штаны вписываются, то есть в любой шмот, грубо говоря, в любые четыре куска тира нужно именно желательно со штанами одевать, а не с плечами и с перчатками. А так, в целом, да, вот, если можно будет, то поменять либо плечи, либо брюки, там это уже как сам захочешь. А так, в целом, что фармить, что фармить? Скажи по инстам, вспомни, какие инсты мы фармим. А, нет, тут вопрос, какие шмотки фармить или какие инсты, я понятен. Вот скажи, какой шмот фармить? Какой шмот фармить? Такой интересный вопросик, на самом деле, неопределенный немного. Не, ну, какой шмот фармить, ну да, типа, конкретно непонятно, о чем человек спрашивал. Ну, фармить шмот, ну, если простоты мы говорим, это крит мастере, естественно, желательно. Грубо говоря, подойдет практически любые шмотки, где именно крит в приоритете у тебя стоит, потому что, ну, маленечко ты по криту просаживаешься, у тебя, в принципе, все хорошо по простотам, но, то есть, крит можно повысить, потому что крита на ДХ никогда мало не бывает, вообще никогда мало не бывает. А так, в целом, какие конкретно слоты тебе фармить? Ну, допустим, я не в курсе, какие леги у тебя есть, но в целом по легам пояс, пояс, плечи, пояс, плечи, брасы, это вот, ну, и голова для инстов, это бисовые, это если вопрос, какие слоты открывать за эти заосколки пустоты, это именно голова, брасы, плечи, пояс, это зависит... Надеюсь, на легендарочку. Да-да-да, зависит уже от того, что ты хочешь конкретно. А так, в целом, какие инсты фармить, я не скажу, потому что я не знаю, в каком билде хочет человек играть, поэтому тут подсказать не смогу, да, больше конкретики, если что, в следующий раз по вопросу. Ну, пускай фармит чертоги, самый хороший инстык. Ну, на самом деле нет. Ну, окей, ладно, давай посмотрим его релики. Релики 1... Не-не-не, во-первых, не про релики, во-первых, не закончил еще с Амима Армори, у тебя висит знак подготовленного солдата, то есть он тебе отдает мастере, но ты видишь то, что крит у тебя, как бы, ну, маленький, ну, как, он, в принципе, в хорошем положении находится, 40%, но в целом тебе нужен еще дополнительный, обязательно, прок вот этот на крит и на хосту, то есть знак когтя тебе намного лучше зайдет сюда, вот именно вот в этом шмоде, который я вижу, знак когтя тебе зайдет намного лучше, то есть вообще знак подготовленного солдата на ДХ заезжает круче в очень редких моментах, и вот именно вот это не один из этих моментов, здесь обязательно нужно на знак когтя менять. Так, а по реликам и по всему остальному сейчас скажу вам. Так. По реликам крит удара хаоса идеально, Magic Damage, Reduce Magic Damage, ну, поменять, естественно, я так понимаю, просто не было у него релика лучше, и на глаза, в принципе, нормально, то есть на глаза миф-плюсы пойдет, если Demon Build будет пойдет, ну, то есть именно на глаза, это не худший релик, но если ты постоянно в соло, то есть твоя основная цель это соло-таргет, то, естественно, глаза тоже заменить нужно, а именно на крит удара хаоса правильный релик, тут не поспоришь бисовать ДХ в любом билде, в любой ситуации. В общем, по шмоту, именно заменить чант на шею, поменять релик на минус Magic Damage, ну и по легом, если, то есть, то плечи, пояс, брасы, голова, вот, то есть вот такой вот список бисовых, грубо говоря, для новоопределенных ситуаций. Так, именно. Идем дальше. Так, дальше у нас Demon Hunter с ником Tandnania. Что мне поменять? Заранее спасибо. Так, Tandnania сейчас еще... 880 уровень экипировки. Почти голый, можно сказать. Только начинает одеваться. Открою, но в прогрессе, так открыл, обновим. И пока армори смотрю. Ну, что поменять? Ну, поменять тут нужно практически все вообще. У тебя нету ни тировых кусков, чарок вообще нету. Ну, то есть, ну, как тут сказать? Собирай, я тебе так могу в целом на худстве дать. Собирай 4 куска тира. Чарся на крит, кольца на крит, шею на знак когтя, спина, понятное дело, на агилу. В общем, крит я нужно обязательно поправить. Хосту немножко увеличить. У тебя 6%. Где-то 8-8% уже более-менее будет. Ну, 6 реально маловато. Процентов 8 уже более-менее. Там будет рага, побыстрее окопиться. Мастери... В общем, ты просто не одет, поэтому так, ну, вопрос такой... Жесткие они до капы. Да, тут не то, что капов у ДХ вообще нет. Как таковых вообще у ДХ капов нет. Но смысл такой, что какие-то советы тут дать невозможно, потому что шмоток такого вообще нет. Просто одевайся, а там уже по ходу песа можешь задавать вопросы. То есть, смотреть, ну, анализировать сейчас что-то... Ну, это бесполезно, потому что слишком маленький этом левел, и вообще ничего нету, кроме тринки, типа того легендарной. Поэтому, в общем, одевайся, одевай тир, чарься на то, что я тебе сказал. Камни все на крит обязательно вставляй. И, ну, именно вот если по своим статам конкретно хочешь знать, вот, чтобы можно было поправить, это учитывая, что без тира, но очень сильно увеличить крит, процентов на 10 минимум, и перегнать версу в мастере, в крит, вот так вот. Ну, грубо говоря, так. У тебя, ну, в общем, тут анализировать здесь бесполезно, потому что слишком слабый игрок. Вообще ничего не надето. Просто играй, играй, фармишь мотки. Вот все, что могу сказать. Именно. Итак, Слезы Дренора, Гордуни, Демон Хантер написал огромнейший вопрос на самом деле. По большей мере, конечно, интересует мнение твоего шарящего кореша, что самое интересное, слово шарящего он внес в кавычки. Но все же, есть все леги. Как истинный лакер, я колечко полутал последним. Фулл сет есть и сцена, 6 шмоток. Есть сурамарский мини-сет, руки плюс тапки. То есть у него есть все. Он наиграл опыт, наиграл шмот. Итак, первый вопрос. Интересуют капы статов? Больше всего интересует хаста. Заметил, что когда хасты меньше 10%, начинаются проблемы. То есть простое, либо дикие оверкапы гнева. Знаю, что крита овер много, вежливо говоря. Но так как меня в основном интересуют миф-плюсы, которые сейчас играются через глефу, то мне кажется, крит норм заходит. Да и симкрафт к криту, я так понял, неравнодушен. Короче, я спилил из того, что было. Так, сейчас открою его еще на 100 тысяч. Сложный вопрос. Вот сейчас пойдет полнейший анализ. А он сейчас в танке? У-у-у, какой анализ-то тут? Там, попридержись с его этим обновлением во в прогрессе, а то он обновится под танкой, и мы вообще не рассмотрим. Ну, я уже обновил, но я запомнил релики, в общем. Запомнил, успел? Молодец. Так, в общем, вопрос про хосту, да, его сильно интересует? Хосты, повторюсь еще раз, когда у тебя оверкап, ну, то есть ты говоришь, что у тебя оверкапы фури, это тебя не должно не радовать вообще, потому что на бурстах ты спамишь постоянно, у тебя не кончается фури, и у тебя под хаус-блэйдами бесконечные, грубо говоря, хаус-страйки, и это просто, ну, самый нереальный прирост дэмэджа. Поэтому по хосте, что могу сказать, просто я бы отталкивался от цифры, вообще капов у дх как таковых вообще нет. Нельзя сказать то, что тут оверкап, здесь недокап, такого нет. У каждого, то есть, дх индивидуально подстроен под свой шмот, и, то есть, грубо говоря, у него может быть не так уж много, допустим, мастер, да, на много хосты, и ты будешь просто быстрее этот дэмэдж наносить, ну, не такой высокий, но быстрее намного. Либо у тебя, допустим, будет 8% удар хосты и очень много мастери, и у тебя просто удары будут сами по себе больнее. Поэтому говорить так, что какие-то капы, то есть, по криту капы, по хосте капы по мастере, это неправильно вообще в целом. 12% хосты при твоих статах сейчас, это очень неплохо, но я вижу то, что это с кристаллом именно у тебя идет, такие статы с кристаллом идут. Ну, то есть, если ты даже кристалл поменяешь на триньку какую-то с агилой, и, в общем, с каким-то проком, либо статичный стат, то ничего страшного не будет, потому что по статам у тебя все нормально. А так, в целом, крита у тебя, я бы сказал, ты говоришь, что слишком много крита, нет, это неправда. Крита у тебя очень хорошо, 46% с четырьмя кусками. Крита вообще на ДХ мало никогда не бывает. Чем больше его, тем, соответственно, выше у вас шанс, и больше у вас крита будет забой от вашего удара хаоса. Это самое важное. Это ваша основная дэмэдж-обилка. И поэтому могу сказать так, что по статам именно все очень хорошо. Ну, кристалл, понятное дело, поправляет. Агила маловато с кристаллами, естественно. Поэтому просто посоветовал бы здесь заменить кристалл на какую-то триньку с агилой. Тем более, что ты играешь через глефу. А, в общем, вопрос там еще раз какой был про Винстах? Винстах что-то? Так, сейчас расскажу. Знаю, что крита увер много, вежливо говоря. Но так как меня в основном интересуют миф-плюсы, которые сейчас играются через глефу, то мне кажется, что крит-норм заходит. То есть он считает, что миф-плюсы играются через глефу? В основном. Миф-плюсы нет. Есть конкретные инсты, которые, допустим, при любых аффиксах, вообще абсолютно при любых, будут играться в демоник-билде. Есть инсты, которые при любых аффиксах будут играться в блиф-билде. Есть, которые, ну, грубо говоря, именно когда тираник, вот там уже, ну, именно высокий тираник, там, да, там желательно брать уже чистый соло-бил. Потому что нужно босса быстро сносить. Эта инфа такая себе, то, что миф-плюсы играются через глефу нет. Это просто, я конкретно, ну, играю, допустим. Я не знаю, ну, за счет чего ты такие выводы сделал. Именно то, что играются именно в блиф-билде сейчас. Миф-плюсы нет, это не так. Можно сказать, что у тебя идет персональная игра, и ты сам решаешь, какой билд тебе где брать. По мере надобности. По самому счету, самое главное, самое главное в инсте, все зависит от его стапа пати, допустим, что ему больше нужно. То есть, болит-билд, это такой билд, который подходит идеально. То есть, ну, то есть, он что-то среднее между демоником и чистым соло-билдом, потому что он выдает и на трэше, хороший ДПС, особенно, когда три таргета, допустим, ну, даже максимум, где шесть таргетов, то есть, нормально будет этот билд выдавать. То есть, от трех до шести таргетов идеально вообще заходит блит-билд, где просто, ну, идут огромные пулы. Там ты берешь демоник-билд, естественно, там, где именно чисто по трэшу нужно бить. Блит-билд тебе дает возможность еще дамажить при всем при этом на боссах очень хорошо, выдавать хорошие цифры, буду вставать сильно, потому что ты берешь, играешь с хаус-блейдами и с меткой. Это самое главное. Ну, грубо говоря, как-то так. То есть, знаю, что крита овер много, я, чтобы говоря, но так как меня в основном интересует... В общем, это вопрос именно про статы, да, был? Нет, статы хорошие, статы хорошие. Хаста, хаста у тебя именно в билде отличная, потому что хаста уменьшает время, снижает кулдаун на глефу конкретно. И по статам, по статам, ну что могу сказать, то, что именно если ты интересуешься в блит-билде через глефу, да, то есть который, то версу я бы из мастери перекинул в версу, потому что глефа это белый демедж, это чистая физика, и выше ДПС будет в блит-билде именно от версы, а не от мастери. Поэтому как-то так. В общем, по статам хаста хорошо, можно уменьшить на 2-3% хасту максимум. Крит отлично, крит бы я вообще не трогал, то есть мастери перекидывал бы версу, именно если ты интересуешься по статам для блит-билда, но это то, что я сейчас вижу в твоем арморе. Ну и по шмоту я бы с твоими статами, они у тебя хорошие, в принципе, ну, кристалл бы поменял, допустим, на что-нибудь, ну, допустим, тринка, агила верса, если такая есть у тебя высокая, тебе идеально зайдет в блит-билд, вообще идеально очень будет. А так, в целом, так, то есть у него, а, погоди-ка, погоди-ка, 4 куска, все, 4 куска есть, и плюс сурмаровский сет, да, все остальное, все остальное отлично, вот что я могу сказать. О, тебе по кайфу. Да, блит-билда, отлично, да. Тебе по кайфу, ты сейчас смотришь его как дамагера, я смотрю, как его танк, откинь мне какой-нибудь скринчик, я его выведу хотя бы, чтобы как-то просмотреть. А ты в арморе уже как танка, да, его смотришь? Да, да, на самом деле, это весьма как-то глупо получается, увы. Там следующий вопрос идет по поводу 7.25 от него же, о будущем, так сказать. Про 7.25 ничего говорить не буду. Вообще ничего, все окей. Знаю многое, про 7.25 знаю многое, я говорить ничего не буду. Секреты. Все не секреты, а просто еще кучу раз, много еще чего поменяется просто. Все верно. Но говорить сейчас, именно рассуждать конкретно, вообще не стал бы. Поэтому про 7.25 вопрос скипа и инска, вот так можно. Окей, окей. Далее идет вопрос про соло-бой. Интересует какой талант профитнее в соло-боях? Первая, кровь, либо рассечение хаоса плюс плечи. В боях 2 плюс минут. В 2 и более. Угу. Так, ну в общем, проститнее становится тебе рассечение хаоса, когда у тебя без разницы какой бой, 2 минуты, не 2 минуты. Вообще, первая кровь для рассечения хаоса, если в соло-таргет, здесь не зависит, то есть какой лего ты играешь, то есть плечи, не плечи, без разницы абсолютно. Просто-напросто. Когда у тебя стоит 2 релика на крит удары хаоса, прирост, прирост от таланта рассечения хаоса уже будет на порядок выше, чем от первой крови. Поэтому вот так вот. Ну, грубо говоря, здесь ответ прост. Вот и все. 2 релика на крит удары хаоса есть, смело берешь рассечение хаоса, грубо говоря. Нету вообще ни одного релик. Ну, то есть когда один релик, то там желательно просимить самому своего персонажа и понять просто, что индивидуально под тебя, под твои статы лучше зайдет. А так, просто, ну, именно грубый ответ такой, что когда у тебя стоит 2 релика на крит удары хаоса, ты берешь рассечение хаоса, а когда их нету, ты берешь первую кровь. Все. Вот так вот. Именно. Че по тринкетам? Вопрос. Есть рок 920-й? И есть ли профит его вообще одевать на бои 2-х и более минут? Разумеется, с плечами. Так, рок 920-й. Это сильный тринкет. Ну, все зависит. Я понимаю, что я не вижу... Я сейчас в данный момент инспекцию твоей армори, и то есть вижу, где у тебя надет пояс. Пояс с кольцом. А ты говоришь, что плечи... Ну, то есть, в билде с плечами, как будешь себя рок 920-й чувствовать. Я тебе конкретно этот вопрос не могу ответить, потому что я не знаю, какие у тебя, ну, в том случае, с плечами будут шмотки, грубо говоря, что ты будешь переодевать. Потому что ты снимешь уже свои плечи сетовые, 905-й, ты заменишь их на легендарные плечи. И, соответственно, тебе придется либо штаны свои 925-й менять, либо сурамаровский сет снимать. Поэтому здесь я тебя ответить конкретно не могу никак. А в целом, по рогу 920-му могу сказать, что с плечами, ну, то есть, именно рок, его самый, самый больший профит, это идет в билде с плечами. Но, в целом, сейчас есть тринкеты, которые намного злее этого рога будут. Это когда ты одеваешь плечи, да, одеваешь чест с кары и одеваешь тринкеты с каража на око-властности и колокольчик мажор дома, это будет намного злее, чем твой рок 920-й. Я могу сказать, что даже «Средоточие стихи 920-й» и рок 920-й уступят по ДПСу 90-м и 95-м тринкетам с кары, если они будут под честом. В общем, как-то так. Поэтому вопрос, на вопрос конкретно тебя ответить не могу, ибо арморий вижу твое именно с поясом. Поэтому здесь, ну, в общем, в целом, я тебе сказал, тринка хороша, хороша для билда с плечами, но есть билды намного лучше. То есть, грубо говоря, это каровские тринкеты плюс чест-каровский. Вот так вот. Вот я сейчас осматриваю его танковской арморий и я вижу на нем, что у него одеты 905-е ноги с сокетом. Не, у него я в армории вижу 925-е ноги крит-мастери у него. Интересно. 925-е. Поэтому... Ну, ты видишь его как дамагера. Да. Тебе повезло побольше. Окей. Есть ли тринкеты, которые профитнее для боевок конкретно с трешем? Заметил, что по сравнению, допустим, с фуриком тем же, а уешные и не прокают, как хотелось бы, и уступают статичным. Интересно. Здесь, смотря с чем ты сравниваешь, опять же, то есть с рогом 920-м, со средоточием или с чем. Вообще, идеальная, ну, одна из самых идеальных тринник в АОЕ, ну, это кристалл, понятное дело, потому что кристалл это универсальная тринка, она подходит в любой билд абсолютно, потому что она очень сильно поправляет статы и, грубо говоря, повышает демидж, но она тебе именно дает статичный, просто очень высокий. Но в целом, в АОЕ, опять же, я не знаю, в ком билде ты спрашиваю, вопрос, опять же, задан некорректно. Нужно уточнять, в ком билде ты хочешь узнать, есть ли триньки профитнее, допустим. Вот сейчас я вижу у тебя средоточие, да, где-то и кристалл нестабильный, профитнее, сейчас погоди, Даник, я тут помогаю человеку. Даник, у нас тут деловые отношения. Помогай человеку. В общем, если именно сравнивать с теми, что у тебя в арморе стоят, вообще, это нормальный тринкет для ООЕ, потому что 920-я средоточие в принципе дает огромный, ну, то есть огромный просто гилы, а гила это именно то, что тебе в ООЕ, ну, то есть если ты хочешь именно статичный высокий дэмэдж в ООЕ, то тебе нужна тринка с агилой, ну, и желательно с постоянным каким-то проком, ну, грубо говоря, то есть 920-е стихии хороши, но заменить на лучшую тринку можно, допустим. Опять же, я не понимаю, какой бой и про какой билд вопрос идет, но если говорить про, допустим, про Блит-билд, про Блит-билд, с которым мы начинали разговор, то средоточие с кристаллом отлично, вообще, ну, идеально заходит, потому что любой прок Блит-билде со средоточие он, ну, хорош, хаста уменьшит время кд на глефу, крит, ну, грубо говоря, даст тебе конкретно сразу же урон выше, и мастери так же самое, прок на мастери именно повысит тебе урон от твоего Блэйддэнса, от твоих рывков, от удара хаоса, поэтому, ну, грубо говоря, тринки лучше, конечно, есть, но нужно разбирать конкретно, в какой ситуации лучше, потому что не понимая, про какой билд идет речь, и про кейли один, вот и все, вот такая история, поэтому, кристалл, кристалл хорошо заходит, средоточие заменить можно, на лучшую тринку, да, можно, но тут вопрос именно для кого билда, вообще, в целом, хорошие тринкеты, я бы сказал, для АОЕ, в принципе, хорошие, зайдут практически в любом билде, но лучше можно подобрать, да. Вот, и такое, типа, предисловие уже, конец, можно сказать, какие тринкеты лучшие для соло или АОЕ, да и по шмоту в целом, ну, по-моему, касательно тринкетов, объяснил, то, что под билды, не под билды, или еще что-то есть. Ну, обобщу, просто обобщу, для соло, для соло таргета, лучшие тринкеты, лучшие тринкеты, для чистого соло таргета, это два, две каравские тринки, которые будут идти с чистом, это самый высокий демэдж, возможный, вообще, соло таргет, именно с ними будет происходить. В АОЕ, в АОЕ, зависит от рояду, да, либо блит, либо демоник, если в демонике, если в демонике, то, тут же опять зависит от того, играешь ли ты с легендарной тринкой, в демонике или нет. Легендарная тринка, она, самый бисич будет в АОЕ, 100%, то есть, тут не обсуждается, потому что, там у нее идет, самый высокий просто гилл в игре, среди тринкетов, ну, и плюс, грубо говоря, юзовая обилка, очень жесткая, ну, главное, чтобы не просто так ее сливать, а именно по-умному, то есть, знать, как ваш танк кулит, чтобы получить с нее максимальный профит. Кристалл, хорошо заходит в АОЕ бои, Кристалл, Ангербода, Средоточие, Парис, Чердейского Голема, Стреллекса, вообще, очень хорошо заходит, если большие пулы, супер отлично заходит. Да, ну, а так, а для Блидбилда, для Блидбилда, для Блидбилда, тебе повысит твой, именно, урон, максимально, тринкеты, которые тебе дают, Версу и Агилу, вот эти тринкеты, тебе, дадут максимально, просто, к твоему демеджу, потому что, именно, от этих двух показателей, зависит демедж для Агилы, и от Версы, вот так вот. Именно. И так далее. Разное подобие гайдов, и без листов, это одно, а чье-то мнение в лайф-времени, это другое, это бесценно, я тебе могу так даже сам ответить. Что же мне все-таки нужно изменить, чтобы дамажить, как боженька, там, ляма полтора за данж выносить, из тех же чертов твоих любимых. Ну, чертогов имеется в виду. Вот что ему надо делать, чтобы полтора ляма за весь данж было? Ну, если... Жесткая цифра. Во-первых, правильно кнопки нажимать, это во-первых. Во-вторых, зависит от аффекса. Если есть кишащий аффикс в чертогах, там просто тьма мобов на кишащем становится в чертогах, и там ты берешь демоник билд, и там ты можешь выносить демедж намного выше, именно, ну, прям очень высокий, если все будет пулиться как нужно, то есть ничего не будет контролиться, большие пачки пулиться, там тебе демоник билд не меньше, если ты все правильно нажимаешь, то даст не меньше, чем полтора ляма просто в целом за инст. Если кишащего нету, если кишащего нету, ну, полтора ляма за инст уже будет выносить оттуда трудно, потому что туда придется идти в брит билде, в демоник билде, идти без кишащего, в чертоге, ну, такое себе занятие на самом деле, потому что самый биг пул, грубо говоря, там будет именно после первого босса, когда по лестнице поднимаетесь, это самый биг пул. Что, что, вопрос еще, что заменить нужно, да, чтобы повысить урон, чтобы дамагать как боженька. В целом, тебе, с твоим шмотом, заменять, я бы ничего не посоветовал, именно, ну, потому что у тебя отличный шмот, все правильно по чаркам, триньки очень хорошие, не знаю, просто правильно нажимать кнопки, вот все, что я могу сказать, потому что стоим, в твоем гире очень легко делать, высокий дэмэдж, прям очень просто, ну, а, если поднять, если вопрос стоит такой, чтобы поднять дэмэдж соло-таргет, максимально, то, естественно, тебе нужны чес-скары, тебе нужны триньки-скары, и, уже, получается, менять придется при всем при этом, сет суромаровский, потому что, ты сейчас замен... ну, хотя нет, вопрос опять же, с кеми легами будешь играть, если в чистый соло-таргет, да, если в чистый соло-таргет, все, тут все зависит от лег, вопрос некорректный, а в целом... это Синедарий у него билд, менять чест на каровске, с нейтбэйна, который две тринки на каровске, менять штаны на четвертый кусок, оставлять суромаровский сет, ну, и, если у тебя суромар будет прокать, как у демона, грубо говоря, то, ты будешь очень жесткие дэмэджи показывать, прям нереально дикий соло-таргет, а так, в целом, заменить по шмоту, я бы тебе... так, только наручь я не посмотрел, а, наручь тоже нормальная, да, все, все идеально, все идеально, просто, если у тебя проблема, то, что ты, ну, именно в демодже, ну, лучше нажимать кнопки, вот все, что я могу сказать, может быть, чего-то не знаешь именно про ротацию, из-за этого у тебя не получается выносить, ну, прямо, нереальные цифры из-за ста, возможно, из-за этого, я не уверен, но в плане шмота, все идеально, отлично. Займись осознанием своего класса и тарабань по клавиатуре. Вот, и в конце он пишет, я, конечно, немного смыслю, со старта играю на нем, но, может, не знаю каких-либо элементарных вещей, да и за обедом было бы интересно почитать, либо посмотреть какое-то пособие хейта, что ли, на своего чара, услышать, мол, легендарок побольше, тому подобное, глядишь, горячие-то уренихи начнут махать своими, ну, в общем, узнавать. Ну, ты услышал то, что хотел, и, надеюсь, своим обедом такое услышать, такую мощную аналитику. Итак, нам остается еще три или четыре ссылочки, по-моему, четыре. Растянулось. Итак, ДХ с ником Магнот пишет, что у него ДПС маловато. 886-й демон-хантер. Стренькой на силу. Ты сейчас увидишь этого демона? Я вижу, но демон-хантер. У тебя маловато, потому что у тебя нету кировых кусков, даже двух, хотя их нужно обязательно четыре, обязательно, вообще, для ДХ-4 куска очень сильно решают, сейчас в реале 7.2. У тебя незачаренные кольца, естественно, нету чарки на плаще, на шее, у тебя тренкет на силу, который тебе вообще ничего не дает, и все ужасно по статам, у тебя 23 крита без тира, поэтому, что могу сказать, выбивать четыре куска тира, чарить шмот, менять, ну, желательно, два тренкета, потому что, опять же, я не знаю, про какой ты говоришь, ну, про какой тип файк, ты говоришь про ОЕ, либо соло таргет, либо клип, допустим, где три таргета, просто постоянных, по билду, по билду, импульс менять на заклятого врага, потому что, ну, во-первых, аптаймить, импульс сложнее, и, ну, чем заклятого врага, повесить, тупо бить соло таргет, и плюс, если про соло таргет идет речь, то не на любом боссе импульс будет лучше, потому что, грубо говоря, дэмэдж от импульса зависит, как бы то, странно не звучало, если про рейды в боссах мы говорим, от того, что, какой хитбокс у босса, если хитбокс у босса огромный, то ты делаешь чардж, и ты, ну, продолжаешь бить его под этим импульсом, а если хитбокс маленький у босса, по типу, как у Луриэль, допустим, Элисандо, то ты отлетаешь от босса, и тебе приходится тратить секунду, там, полторы, чтобы до него добежать обратно, ну, и продолжить дамажить, поэтому, грубо говоря, по билду импульс на заклятого врага поменять, выбивать шмотки, менять ринкеты, чарить шмот, как-то так, в целом, здесь очень много работ, я вижу, что чар новый, поэтому, нужно заниматься чаром, просто-напросто, вот и все. Бегать плюсы, плюсы, локалочки, и фармить осколочки, и покупать те шмотки, которые надо, я бы начал, наверное, с тринек даже. Ну, тринки, кольцо, кольцо нужно легендарное, желательно, кольку, да, тоже можно, то есть, тут, на самом деле, тут, сначала, пусть тут, тут все надо, это цитадель и ночи, ну, в общем, пусть полутает шмота, а там уже можно будет отталкиваться и рассуждать, какой шмот лучше. Неплохо. Итак, далее идет ДХ с ником Кадесия, и этот ДХ пишет нам, хочу услышать критику, и узнать, что поменять, и как улучшить ДПС. 908 ДХ, плечики, кольцо. Угу. Ну, по критике, нужен камень в ботинках, как минимум. Это точно. Это по критике, если. Так, ну, Чест, Чест относительно, именно, много агилы дает, но стат ужасно, на нем каста. То есть, допустим, 905-й, какой-нибудь уже, с Критом, где Крит, именно, в роли основного стата, который приоритетно, будет уже лучше, как мне кажется, чем 915-й, Чест. Сет кусочков нет? Сет кусков вообще нету, именно, это именно, если из критики брать, то обязательно, 4 сет куска тебе нужно, обязательно. Рока властности хорошо, брасы желательно поменять на крит, с любым другим статом, но, именно, в Харстмастере, такой себе, такие себе брайсы, на дыха, поэтому, брайсы желательно поменять, 4 куска надеть, тринка, критверса, ой, критверса, агиловерса, она тебе, в принципе, только вауе нужна, поэтому, если про соло-таргет идет речь, то заменить на, что-то другое, вариантов очень много, перечислять я их не буду, ну, банально, их, их слишком много, просто, именно, агиловерса в соло-таргет, это один из самых худших выборов вообще, вауе, вауе, нормально, так, и по реликам, по реликам сейчас скажу, так, сейчас открою его в прогресс сразу же, так, кодессия, по реликам, по реликам, это именно вот тот выбор, который я люблю, два релика на крит, дар и хаус, один на минус мету, с плечами, с плечами, я тебе скажу, что релики, именно по трейтам, у тебя идеальные, ну, только желательно, и там левел повысить, а так, в целом, они у тебя идеальные, по реликам, это все, что я могу сказать, а, вижу, так, нет, это та же самая тринка, все, все, в общем, я сказал, четыре куска тира, заменить тринку на другую, и поменять желательно брасы на какие-то другие, потому что все остальное, иди в порядке, да, да, тебе нужно именно обязательно, четыре, четыре куска тира, и с плечами, я бы тебе посоветовал именно выбивать, ну, и именно с твоими перчатками, с твоими ботинками, я бы тебе посоветовал выбивать голову, плащ, чест, и ноги, даже можешь не думать о том, что, допустим, ты сменишь 915-й чест на 90-й, но при этом у тебя, допустим, будет четыре куска тира, да, они тебе дадут намного больше, чем этот чест 915-й, намного больше, в разы больше, поэтому, как-то так, все остальное, релики идеальные, релики идеальные, все остальное, все, что я сказал, все исправить, в целом, отлично, и камушек, ступни, ну, да, про него не стоит забывать, на Ов Прогрессе, на Ов Прогрессе другие ботинки, просто там, именно Крит Мастере, не которые вармоле, другие ботинки, поэтому, четыре куска тира, заменить брасы, заменить Тринку с Версой, вот как-то так, так, и так далее, подскажи, пожалуйста, насчет легендарок, и статов, что лучше для мифик плюс, из лег, и что лучше для рейдов, заранее спасибо, ДХ с ником Даркдем, ну, вот я армориев открыл, он здесь в танке, поэтому, ничего сказать не могу, сори, сори, увы, пролетает, этот ДХ, и последний, это Илли Дерри, он пишет нам о том, он пишет нам о том, что, скажи свое честое мнение, по шмоту, и по билду, для миф плюс, я ставлю именно такой, и обрати внимание, на максимальное количество гнева у меня, нужно ли дамагеру столько, 150 гнева, так, сейчас, погоди, я открою, еще его прогресс, но с этим случаем, так, или Дерри, по фурии, ну, что могу сказать, то есть, 150 фурии, это, то есть, говорит о том, что у тебя именно, один из реликов, на, на плюс, к максимальному, запасу этого самого гнева, то есть, грубо говоря, ну, а это релик, мягко говоря, такой себе, ну, то есть, он не самый худший, но и далеко не, вообще нехороший, что-то среднее, грубо говоря, так, по билду, ну, я вижу то, что у тебя взять demonic build, когда на тебе не надета голова, то есть, легендарная, это уже неправильно, потому что demonic build, без, без легендарной головы, это не имеет вообще никакого смысла, потому что у тебя откатываются глаза только благодаря тому, что ты подбираешь сферы, то есть, такой вариант тебя не должен вообще никак устраивать, тебе именно нужен сам reduce с твоего пронзающего взгляда, то есть, когда пулят большой пак, ты задаешь глаза, и он практически откадешивается, либо сразу же откадешивается. В этом случае, который у тебя надет плечи, плюс кольцо, тебе нужен solo target build, без разницы, миф плюс, не миф плюс, но пытайся тогда собирать под себя, как бы, грубо говоря, пати, то есть, брать какого-то лютого ауэшера, второго, не знаю, ну, то есть, любого абсолютно, который хорошо ауэш, а сам пили боссов, то есть, с твоими вягами, которые сейчас вижу, это кольцо и плечи, с ними ауэшить хорошо, не получится, плюс, точильный камень на тебе одет, точильный камень, это очень плохая тенька надыха, как бы то странно не звучало, и в ауэ, она тебе в целом, никого просто не дает, то есть, грубо говоря, максимальный аппрокит, ты получаешь тогда, когда нажимаешь, хаосблэйды, которых у тебя в демоник билде нет, ну, то есть, она просто дает тебе дополнительное, да, мастере, заменить нужно точильный камень, на что-то, практически на любую теньку с агилой, грубо говоря, там, либо с постоянным статом, либо с проком, с каким-то, ну, то есть, там, светоточие, ангербода, оковластность, то есть, тенькетов очень много, на которые ты можешь, именно, поменять точильный камень, точильный камень, очень плохой тенькет для дх, все, что ему сказать, гнева, гнева, я говорю, гнева, его, ты спрашиваешь, что, ну, должно быть столько у дд, у дх, да, смысл такой, что, в целом, без разницы, вообще, абсолютно, то есть, это тебе, то есть, 150 фурии тебе дает, какой-то, небольшой прирост урона, то есть, если сравнивать, допустим, с, с очень плохими реликами, такими, как на хаос снову, на минус мэджик дамаг, релик на плюс фури, он тебе дает хотя бы, что ты, ну, грубо говоря, можешь больше фури, накапливать, у тебя не уходит, именно, в оверкап это фури, у тебя, ну, именно, больше пул фури, соответственно, когда тебе слишком сильно прокают демон блейды, и клинок скверны, то у тебя и больше возможности, не больше возможности, а больше, у тебя больше будет ударов хаоса, поэтому, на счет этого, можешь даже не заморачиваться, 150 гнева, это нормально, то есть, вопрос, ну, как бы, вопрос маленько неправильный, не то, что столько должно быть, не должно быть, дело не в этом, фури можно быть сколько угодно, самое главное – правильно обращаться с этим фури, то есть, правильно его использовать, правильно нажимать клинок скверны, и правильно сливать это со мной фури, то есть, не опускать его сразу же в ночь, допустим, все. Ну, Ну и заменить билд на соло-таргет, демоник билд не пойдет тебе сюда, во всем остальном, по статам, по статам, у тебя слишком много мастери, а, ну это из-за тринки, я понимаю, но, anyway, 47, да, довольно-таки, довольно-таки много, поэтому я бы на твоем месте зачарился бы на крит лучше, кольца на крит зачарил, и шею, естественно, я зачарил бы знак гогтя, тебе прок на крит, на хосту, намного важнее, чем постоянное мастери, намного важнее, именно в своем случае этот вариант не работает, то, что ты чаришь шею на мастере, как-то так, самое главное, заменить тринку и поменять билд, все остальное, ну и заменить чант на шее, в общем, не только, да, заменить чанты, заменить тринку и билд, все, все остальное в целом хорошо, шмот неплохой, выдавать цифры можно, вот так могу сказать. Нажимая правильные кнопки, у него еще шея такая интересная, которая за квест-сцена дается. Ну да, она... Со всеми статами. Она не такая уж и плохая, потому что тоже, когда выравнивая статы, а так, все, все неплохо у тебя, главное, вот, послушай то, что я тебе сказал, и ДПС должен вырасти. Обязательно билд поменяй, ни в коем случае, еще раз повторюсь, 7 ДХ, которые этого еще не знают, ни в коем случае не берите Демоник билд, когда у вас нет легендарной головы. И плюс, я вижу то, что ты еще в Демоник билде пытался играть с заклятым врагом. Заклятый враг в Демоник билде, это неправильное решение абсолютно, потому что, ну то есть, это может быть правильным решением только в том случае, если у тебя рейдовый босс, которого нужно играть в Демоник билде. Допустим, это Скорпион, на Скорпионе можно заобузить этого заклятого врага очень хорошо и правильно. Можно на Тихондрии очень сильно пообузить, и то я на Тихондрии все-таки за импульс больше думаю, что это лучше будет. Ну а так, в целом, в общем, заклятый враг в Демоник билд, когда у тебя будет голова, не бери. А по твоим легам, по твоему шмоту меня билд, самое главное, носово-таргет, и все, вот так вот. Пытайся тянуть за осколки именно те вещи, которые тебе нужны, допустим, пытайся тянуть те вещи, которые тебе стабилизируют как-либо твои капы, ну, статы, то есть, подгонят под нужное количество, ну и легендарочки тяни с осколков. Что можешь, в общем, сказать о всех Демонхантерах, на что им стоит нацеливать внимание вообще при первоначальном одевании, если такой уже итог подводить? Самое главное, нужно собирать 4 куска кира, это самое главное, и отталкиваться уже от легендарок, то есть, правильно подбирать билд под свои леги, то есть, именно, я уже видел ошибки у ДХ, что берут неправильные таланты, а таланты у ДХ очень сильно решают, чтобы вы понимали, то есть, слишком сильно решают у ДХ таланты, и правильные таланты подбирать под, именно, под свои леги, вот так вот. Самое главное, 4 куска кира и правильные таланты, это первая ступень к тому, чтобы хорошо допустить. Ну и нажимать, конечно, правильные кнопочки, а еще заходить на стримы и смотреть ротацию от Суши Бека, и периодически слушать его о тех вещах, которые он говорит. Скажем ему огромное все вместе спасибо за то, что он пришел и уделил нам время, как говорится. Что у тебя, Суши, по рейдам вообще, какие планы на гробницу? Топ-1 брать? Посмотрим. In the world? Окей, окей. Всех вам благ, счастья, здоровья, легендарок побольше. Всего вам хорошего, побольше 925-х шмоток, а в будущем и 900, каких там, 55-х же, да, уже? Обалдеешь просто. До скорого. До скорого. До скорого.